Девушки отдыхают Здравствуйте дорогие радиослушатели, в эфире радиоцентра SunGates и ведущий авторские программы «Культура неподвластное времени» Михаил Мелехов. Сегодня у нас суббота, 26 января. Интересное такое сообщение, может быть кто-то не знает, о том, что астрологическое такое. Субботой правит Сатурн, самая медленная и тяжелая планета. Поэтому это не самый лучший день для большинства материальных и социальных дел, тем более для бизнеса. Так как Сатурн обычно приносит оппозицию и потери. И единственное исключение в этот день это приобретение земли и недвижимости, так как Сатурн связан с нами. Что следует делать в этот день? Отдыхать. Потому что отдых в субботу продлевает жизнь. Уединяться, практиковать медитацию, йогу, домашние дела, лечение, стараться быть дружелюбным. Поэтому, что не следует делать в этот день, ничего важного не переутомляться, не стричь внимание в волосы и ногти и не стирать. Вот и все по поводу астрологии. Ну а сегодня последняя программа на этой неделе. Я был бы очень рад, если бы наши радиослушатели позвонили к нам в эфир и задали свои вопросы по прошлым передачам. Тем самым подвели бы итоги прошедшей недели. А телефон после эфира 847-226-9956. Какие были передачи? Надеюсь, вы помните. Это была передача про молоко. Мы немножко затронули эту тему. Была передача про законы счастья. Была передача про женский клуб. Ну а пока мне хотелось бы рассказать одну очень интересную историю. И, возможно, наши радиослушатели догадаются, о чем пойдет речь. История короткая. Но если за время моего рассказа кто-то позвонит в студию и скажет, о чем, или точнее, о ком идет речь, получает приз. Итак, история такова. Маленький мальчик был очень болен. Сельский врач склонился к его изголовью. Он делал все возможное, но по-прежнему оставался в бессознательном состоянии. Мальчик. Врач развел руками, но... Неожиданно раздался ясный и спокойный голос мальчика, хотя он, безусловно, спал. Я вам скажу, что со мной. Меня ударили безбольным мячом по позвоночнику. Нужно сделать специальную примочку и приложить ее к основанию шеи. Тем же голосом мальчик продиктовал список растений, которых нужно было смешать и приготовить. Торопитесь, сказал мальчик, иначе мозг рискует подвергнуться поражению. Ошеломленные родители и врач на всякий случай его послушались. Мальчик спал. К вечеру лихорадка спала. На следующий день мальчик встал здоровым. Он ничего не помнил и не знал большей части растений, названных им самим во сне. Так началась одна из самых удивительных историй в медицине. Речь пойдет об Эдгаре Кейси. Эдгар Кейси был одним из самых странных предсказателей в истории человечества, который в западном мире прославился ничуть не меньше, чем Ванга в славянском. Его еще называли спящим пророком. Все свои высказывания Кейси делал в состоянии транса, в который входил при помощи гипнотизера. После пробуждения он не помнил того, что говорил, и все его высказывания записывались специальным секретарем. В состоянии транса он делал чтения, так называемые риддингс, по множеству тем – астрологии, медицине, теологии, Атлантиде, Древнем Египте и многому-многому другому. Кейси жил очень скромной жизнью, поскольку делал свое дело совершенно бесплатно. Источником доходов служили пожертвования благодарных пациентов. Вначале основной темой его высказываний были персональные рецепты избавления от болезней, отдельных людей. Он удивлял всех людей, своих современников, тем, что не имея медицинского образования, ставил точные диагнозы и прописывал лечение знакомых лишь узким специалистам. Но впоследствии в них стали появляться оккультные и эзотерические темы, советы и различные другие предсказания. Интересно, что он использовал такое понятие, как хроники Акаши. Что такое хроники Акаши? Акаши, во-первых, это санскритское слово, которое означает эфир. Сегодня прототипом Акаши является так называемые торсионные поля, где скорость распространения информации превышает скорость света 800 миллионов раз. Что предсказал Кейси? Он предсказал две мировые войны, назвав даты их начала и окончания, напророчил экономический кризис 29-го года, и он предсказал об изменении климата на планете, о которой толком еще вообще и никто и не думал предсказать, напророчил глобальное потепление. Он сказал так, районы с холодным или субтропическим климатом станут более тропическими, и там будут расти папоротни. Он сказал, что такие города, как Нью-Йорк, Коннектикут и другие районы на восточном побережье будут расти так, что они исчезнут с лица земли, а воды великих озер сольются в Мексиканский залив. И согласно прогнозу Кейси, климатические и сейсмические катаклизмы затронут всю планету, из-за чего она сильно изменится. Умер Кейси в 1945 году, и он уже в конце жизни был национальной знаменитостью. Удивительно, но он даже немногим американцам, кстати, знаком. Ну, такой вангах даже более знакома почему-то, чем, вот скажем, Эдгар Кейси. Но он сделал 20 тысяч вот таких чтений, отличался очень большой точностью своих предсказаний. Ну, и что такое тогда вот эти вот хроники Акаши? Откуда он это читал, эту информацию? Это считается хранилище информации о каждом человеке, который когда-либо жил на земле. Обо всех его чувствах, поступках, мыслях, намерениях. Это также информация о прошлых жизнях и о будущем каждым из нас. Это невероятно, но, вы знаете, мы недавно были в Индии. И Центр Сан-Гейс организовал такую поездку совместно с Русским Центром Пурана. И вот я лично посещал, и все люди, которые были со мной, посетили одного из четырех, считается, что есть четыре хранителя городского, которые были написаны пять тысяч лет тому назад, о каждом из присутствующих на планете Земля. Ну, имеется в виду те, которые туда приедут, потому что уже известно, кто приедет. Поэтому лишняя информация никому не нужна, и только там те люди, которые должны туда приехать, а там есть информация о всех. Ну и вот могу рассказать про себя, хотя я присутствовал на других таких вот консультациях, на нескольких. То есть хранитель астрологии достает, так сказать, фолдер, из него он достает вот такой файл, это мое личное, скажем так, мой личный гороскоп, и начинает засчитывать. Ну, будущее, понятно, мы знать в основном не можем, а вот прошлое и настоящее знаем. Ну, вот могу вам сказать, что понятия не имея обо мне ничего абсолютно, он берет и читает, оно совпадает до мельчайших деталей. Ну, естественно, будущее он тоже говорит для тех, кто хочет его знать. Ну, вот это вот примерно то же самое, что делал Эдгар Кейси, когда он отвечал на вопросы. Но интересная вещь, допустим, такой случай, а он как-то порекомендовал одному больному очень редкое лекарство, которое очень трудно было найти. В одной аптеке города оно было. И когда больной обратился в эту аптеку, в эту аптеку аптекарь страшно удивился и сказал, что этого лекарства у него нет. Но Кейси указал конкретный стеллаж, конкретную полку, где должно было находиться это лекарство. И каково же было удивление аптекаря, когда в своей же собственной аптеке он нашел это лекарство. В подобных случаях было очень и очень много. Но когда человек к нему приходил и, допустим, требовал какой-то медицинской помощи, Эдгар Кейси отвечал на это вопросом. А почему вы хотите поправиться? Этим он намекал на то, что если человек хочет почувствовать себя лучше, лишь для того, чтобы тут же возвратиться к прежнему образу жизни, значит, он желает лишь гладить симптомы недуга, который опять вернется к нему, если он будет продолжать такой же образ жизни. Ну, этому есть очень много доказательств. В свое время такой врач, американский врач, Майкл Дебекки, он делал ельц, он делал байпес, аортокоронарное шунтирование. И он после этого сказал, дорогой мой, если ты будешь продолжать такой же образ жизни, то сегодня я тебе помог, но дальше будет еще тяжелее. Ну, вот дальше, что было дальше, мы узнаем. То же самое, кстати, проходит в Бразилии. И когда целитель, медиум, Джанов Гад, говорит своему пациенту, дорогие мои, во-первых, вы ни в коем случае не должны отвергать современную медицину, то есть выполнять все предписания врача, но вы должны также понимать, если я вам сейчас помогу при тех условиях, которые я говорю, должны быть выполнены, и если вы потом опять будете делать то же самое, что привело в конечном итоге вот к той проблеме, которую вы сегодня имеете, вы опять ее получите, но, к сожалению, удар будет гораздо сильнее. У нас есть право делать и поступать так, как мы хотим. У нас есть свое мнение, но это мнение должно быть чем-то подкреплено. Для этого нам дается такое понятие, как разум. Вот, кстати, возвращаясь к вопросу о молоке. Ну, о молоке, как я вам сказал, мы будем делать отдельную программу, поэтому единственное, что вот сегодня вы можете позвонить, если хотите узнать номер телефона того человека, который привозит и снабжает русскоязычную общину вот этим самым, что ни на есть, замечательным напитком, коровьим, не только коровьим, молоком. Ну, давайте вернемся все-таки к Эдгару Кейси. Интересно, что позднее в своей практике Кейси стал заниматься не только вопросами физического оздоровления, но также и вопросами души, то есть реинкарнации. Ну, тема эта достаточно сложная, поэтому я не буду на этом останавливаться, так как просто-напросто не все верят в существование души. Но вот очень известные люди говорили следующее. Вот такие люди, как Пифагор. Вот он говорил так. «Душа, попадая в одно существо, то в другое, движется таким образом в круговороте». Дальше. «Я нисколько не сомневаюсь в существовании того, что называют новой жизнью, и в том, что живые восстают из мертвых». Это говорил Сократ. «Душа человека бессмертна, и все надежды и стремления перенесены в другой мир. Истинный мудрец желает смерти как начало, вдумайтесь, как начало новой жизни». Это говорил Платон. Кейси обладал такой способностью, как воспринимать события далекого прошлого. Например, при чтениях жизни, чтениях, которые относятся к истории души дельного какого-то человека, Эдгар Кейси часто говорил о важных происшествиях в жизни человека, возвращаясь к моменту его рождения. То есть он утверждал, что каждый человек обладает способностью медиума. Так как это нормальная способность души, человек должен в первую очередь заботиться о своем личном духовном росте и развивать способности медиума только для того, чтобы лучше служить другим, то есть помогать другим. Люди часто проявляют тенденцию к тому, чтобы делать из психических феноменов что-то необычное, потустороннее. То есть Эдгар Кейси считал, что информация, полученная подобным путем, является совершенно обычным явлением типа интуиции или внутреннего голоса. Вообще надо сказать, что это удивительные вещи, но вот сегодня мы знаем о том, что есть у нас пять органов чувств человека. Пять. Кстати, завтра, в воскресенье, в 11 часов утра у нас в офисе 395 из Данди Роуд, комната 500, угол Данди и Милоки. Будет человек, который утверждает о том, что, ну, во-первых, у нас есть еще одно чувство такое. Оно называется ясновидение. Вот он об этом завтра будет говорить у каждого из нас, кстати. Я просто хочу сказать о том, что в древности, ну, не в той древности, скажем, тысяча, там, две тысячи лет раньше, люди обладали совершенно невероятным количеством вот таких вот качеств. То есть сегодня компьютерная модель уже создает, ну, вроде бы как более 18 вот таких вот органов чувств считается, что есть у человека. А было, не представляете, 96. Но об этом мы тоже поговорим как-нибудь в другой передаче. Ну, вот за такой период с 31 по 42 год Эдгар Кейси провел 130 чтений для группы людей, которые работали с духовными законами. И вот многие члены группы интересовались вопросами развития психических способностей. И вот Эдгар Кейси отвечал таким людям, что в первую очередь они должны заботиться о том, как стать более духовными. И работающие над духовными принципами, естественно, развивают в себе и психические способности. Уринотерапия, к примеру. Наверное, многие знают теорию Малахова, Геннадия Малахова о том, как, в общем-то, пользоваться этим, что такое уринотерапия и так далее. Да, действительно, это действительно для нашего физического тела это очень и очень полезно. К сожалению, для всех нас сегодня это не будет работать. Более того, это противопоказано. Речь идет только, опять же, о нашем физическом теле. А у нас, представьте себе, существует еще достаточно много тонких тел. И плюс еще у нас существуют другие нематериальные, вообще это относится к материальным, скажем, объектам. А существуют еще нематериальные такие у нас объекты. Ну и вот сегодня те люди, которые нечисты помыслами, которые не думают позитивно, они, к сожалению, себя отравили все внутри. И вот поэтому это не рекомендуется делать категорически, потому что человек, который этим пользуется, имеет очень большие шансы получить очень серьезные заболевания крови. Это, кстати, есть в предсказаниях, конкретные предсказания, которые пришли к нам из древности. Ну, об этом можно спорить, об этом можно говорить как угодно, но, тем не менее, есть такая информация. Так что дело каждого, но, тем не менее, информация такая и есть. Возвращаясь к Кейси, с точки зрения его, мы, духовные существа, которые получили физическое воплощение для того, чтобы приобрести опыт. И вот интересно, что, вообще-то говоря, согласно Библии, духовное существо было создано прежде физического существа. И так как наша основная цель на Земле состоит в том, чтобы узнать свое отношение к Богу, медитация, как ничто иное, является ключом понимания этой связи. Ну, в частности, могу сказать, что я в свое время, еще в первую поездку в Индию, получил такой опыт, трансэдетальный или духовный, это переводится, медитация. Махариши Махиш йоги в основном это привел. Сием это называется, трансэдетальная медитация. Ну, после этого я уже понимаю, о чем идет речь, дальше уже я лично, скажем там, пытался изучать другие направления. Ну, еще в 21-м году Эдгар Кейси стал рекомендовать медитацию. Еще задолго до того, как большинство людей вообще узнали даже об этом понятии. Ну, основная часть людей Запада узнала о медитации где-то в 60-х, 70-х годах. Ну, мы знаем, наверное, о том, что даже Битлз, они приезжали в Индию, там, кстати, они встречались с Махариши, который вот был их на тот момент первым, так сказать, духовным учителем. Многие врачи, кстати, назначают своим пациентам медитацию в качестве средства снижения кровяного давления. Ну, я вам хочу сказать, что у нас буквально несколько дней тому назад в офис приезжал доктор Голбин, директор Института сна и поведения. Ну, и он говорил, что существует сегодня уже, сегодня существует методика, когда с помощью гипноза можно устанавливать процесс разрастания опухолей. То есть, существует такая методика, она, наверное, еще пока не опробирована, она официально как бы не существует, не зарегистрирована, не опробована, не знаю, как это, FDA или кто там будет ее опробована, но, тем не менее, она уже существует. То есть, медитация является практикой успокоения нашего физического тела и разума. И это направление внимания на внутренний, а не на внешний мир. То есть, это способствует координации на трех уровнях. Во-первых, физическом, то есть, мы расслабляемся, ментальном, наши мысли успокаиваются, и духовном. Мы получаем заряд энергии, способность проявить большую любовь к окружающим нас, людям и миру. Есть еще такая очень интересная система, называется йога-нидра. Это йога глубочайшего расслабления, и во сне, естественно, это происходит. То есть, он может спать не то рекомендуемое количество часов, которое сегодня, скажем, ему рекомендуется спать. За это время он будет иметь возможность все свои внутренние резервы направлять, так сказать, на это расслабление, на эту медитацию своего рода йога-нидра, которое позволит ему отдыхать в течение буквально нескольких часов. Но это постепенный путь, конечно. Что еще я хотел сегодня сказать по поводу Эдгара Кейси. Вот то количество информации, которое он черпал в этих Акаши, в хрониках Акаши, стало доступным благодаря действительным, называют тоже медиум, и современными мистиками. То есть, это люди, которые способны проникнуть за пределы трехмерного мира. Согласно, скажем, Елене Блаватской, хроники Акаши являются не просто отчетом обо всем происходящем, которое может читать человек. Хроники Акаши оказывают огромное влияние на развитие современности, и Акаши является одним из космических принципов. Субтитры создавал DimaTorzok